всем привет как всегда у нас эфир на 30 минут для того чтобы можно было его сохранить и оставить stories здравствуйте скажите мне пожалуйста картинка и звук хорошие ручка это означает привет или хорошие качество какое звук и картинка нормальная скажите кто-нибудь будем да замечательно слышно и видно спасибо большое все всем еще раз добрый вечер мы вчера остановились на таком вопросе почему снится один тот же человек девушка написала в комментарии что она я так понимаю поссорилась со своим парнем и он теперь все время снится но это вообще тема которая затрагивает не только такие моменты когда кто-то с кем-то ссориться так как она достаточно часто встречается не только в отношении субъектов и объектов я лучше расскажу потому что ее принципиально важно понимать что нам снится в такие моменты и так допустим есть какой-то человек которому у вас есть интерес мы возьмем сейчас для примера сферу личных отношений вы с кем-то встречаетесь да или вы с живете и у вас все нормально у вас все внимание полностью сконцентрировано на ваших отношениях во внешнем мире как только начинаются какие-то проблемы или допустим вы не можете для себя разрешить какой-то вопрос что-то понять ваших отношениях не можете об этом поговорить вы начинаете думать об этом то есть вы начинаете концентрироваться на какой-то проблеме для себя поскольку мы не можем разделить наши мысли и наши эмоции получается что все о чем мы думаем мы все это воспринимаем на эмоциональном уровне все что мы чувствуем мы об этом думаем получается очень мощный поток и очень сильная концентрация на человеке о котором мы думаем либо на проблеме либо на вопросе которая нас очень сильно интересует это может касаться не только личных отношений это может касаться работы это может касаться денег финансов всего чего хотите вот когда человек в повседневной жизни о чем-то постоянно думает у него очень четкая фокусировка внимания мы вернемся к теме личных отношений потому что есть разные категории снов которые в такие моменты начинает человек видеть первое это мысли и вопросы на которые он хочет получить ответ то есть разное может быть состояние допустим не может понять что происходит в отношениях да и человек начинает вот обдумывать эти мысли он как бы сам себе их задает с разных ракурсов то же самое может присниться в этот момент во сне он точно так же будет задавать какие-то вопросы вот категории снов которых вы допустим кому-то звоните и у вас не получается дозвониться у вас не получается набрать номер телефонный что-то все время с телефоном случается не проходит звонок либо звонок проходит но с той стороны не отвечают вот все вот эти сны они обычно приходится на те периоды в жизни когда вы не можете как бы достучаться до кого-то нет вот этой двусторонней связи то есть вы хотите поговорить вы хотите что-то донести от себя вы хотите передать какие-то свои эмоции либо получить ответ а второй человек не идет на такой контакт вот этой нету связи которая была бы полноценной как мы когда мы разговариваем по телефону мы набрали в жизни номер да человек со второй стороны поднял и мы разговариваем так вот когда не получается вот этот вот этой связи вот этого полноценного разговора во снах вы видите это как то что у вас не получается дозвониться либо вас не слышит либо вы не слышите там разные вариации они точно так же повторяются по такой же схеме ваших отношений в жизни кто-то не хочет вас слушать вот это образно выражение то есть вы говорите о вас не слышит не хотят понимать тоже в таких снах в этой категории когда вы о ком-то думаете вы не можете понять что происходит либо вас не понимают снизу что человек допустим отворачивается от вас вы то ли догоняете от вас уходят да то ли вы вообще не можете близко подойти это значит что нету такой в реальности связи чтобы вы могли близко поговорить по душам то есть открыться полностью когда вы сможете донести и ну понимаете как бы доверить какие-то моменты которые вас интересуют второму человеку вот эти вот сны в которых не догоняете кого-то либо не можете подойти кому-то либо человек по вот просто рядом стоит но он отвернут от вас то же самое означает что в жизни вы не можете либо сказать либо поговорить либо объяснить что-то вторая категория снов которая может присниться в такие моменты когда вы на ком-то или на чем-то очень сильно сконцентрированы то сны в которых вы видите худшие варианты то есть допустим произошел какой-то разрыв отношениях либо ссора либо у вас что-то не получается да в каком-то деле у вас мысли какие обычно страх появляется что что-то вышло из-под контроля и вы начинаете фантазировать что ну допустим когда касается личных отношений да вот часто включается ревность когда начинают представлять что но из-за чего допустим не разговаривают и не общаются с вами потому что появился кто-то другой вот всегда когда присылают такие сны для толкования первый вопрос который надо задавать и вы задавайте сами себе если вам допустим такой вот худший вариант да сценарий такой же приснился которым вы думали вчера позавчера в последнее время вы себе это представляли потому что если вы об этом думали и вот эта эмоция у вас она проскочила все однозначно будет точно такой же сон и если вам приснилось точь-в-точь то что ну чего вы боитесь вот этот худший вариант вашем воображении такой сон можете смело игнорировать это значит что вы просто зациклились на проблеме и это вторая категория снов когда психика очищается потому что вы уже просто свои нервы додергали до предела и вам надо как-то избавиться от этого эмоционального ступора третья категория снов которая может присниться в тот момент когда вы сконцентрированы на субъекте либо объекте вы начинаете видеть подробности буквально подробности жизни того человека объясню в чем смысл нет не смысл ну вообще суть таких сновидений почему это происходит вот смотрите все видят сны на ментальном уровне то есть это уровень мысли форм и когда у вас мысли в определенном направлении они четкие я еще раз повторю что фокус великолепно я все время делаю сравнение даже есть такая медитация которая использует этот принцип вот смотрите помните в детстве мы всегда ну я думаю что большинство из нас из вас увеличительным стеклом баловали сделали зайчики когда вы ловите солнце да и вы подбираете его угол так чтобы все солнце вот этот луч он сконцентрировался одной маленькой точечки в таком случае нагревается поверхность на которую вы направляете очень можно допустим даже так что-то разжечь там бумагу солому спички или еще что-нибудь вот здесь тот же самый принцип когда у вас не рассеянные мысли а вот этот хороший фокус концентрация сильная то ваши мысли они в информационном поле это физика это уже все об этом знают ничего мистического нет они направлены в сторону определенного объекта они достигают цели отражаются и возвращаются к вам с информацией поэтому если вы сконцентрированы на человеке особенно вот кто практикует сновидение они знают что достаточно правильно сформулировать вопрос и вы получите ответ и многие так увлекаются что просто начинают смотреть и видеть что происходит даже на уровне каких-то бытовых событий в жизни второго человека вот когда он перестает быть интересен сразу эти все сны они просто как будто их вот корова языком слезала они просто исчезают их больше нет но когда вы думаете о ком-то все вы уже видите все в подробностях и здесь как ни странно есть еще четвертая категория та которая на самом деле в ней есть ценность вместо того чтобы как говорил дон хуан индульгировать да вот западать на эти состояния которая женщину женщину в первую очередь из-за силы ее энергии я думаю что вы знаете а если не знаете я вам скажу что любая самая слабая женщина 8-10 раз эмоциональности не самого сильного эмоционально мужчины а есть отдельные экземпляры которые в 10 14 раз сильнее мужчин потому что эмоционально женщина очень сильно вот почему женщины страдают больше мужчин допустим при разрыве личных отношений мужчины тоже страдают страдают очень да но женщины то что с ними творятся творится это ну это просто неописуемая ужасная вещь когда вот погружение в этот психологический колодец оно просто дна там нет и когда женщина до такого иногда может ну опуститься состояние что ее потом очень сложно вытащить и в первую очередь и самой но когда знают природу этих состояний женщины особенно да они понимают что погрузиться в этот колодец может только она на самом деле никто ей не управляет она самой она сама собой так управляется как сказал булгаков да точно так же женщина сама может себя оттуда вытащить и если об этом помнить и вот контролировать свои мысли такие состояния никаких глубоких колодцев не будет они очень сильно забирают энергию женщины идет такой перерасход что она живет год как за три а иногда и за четыре и все физиологические проблемы они вылазят очень быстро и все процессы старения тоже запускаются каскадная реакция такая что потом от женщины ничего толком то и не остается так что не сильно то впадайте в такие состояния к чему я начала все это говорить к четвертой категории снов вот в чем есть смысл заниматься осознанными сновидениями то есть практика сновидений если вас интересует вопрос вы будете с этим человеком вообще стоит ли с ним быть вот все что вы делаете все эти ваши метания страдания до ради чего вся эта каша используйте сновидений для того чтобы посмотреть проекция будущего вообще есть этим человеком или вы просто потратьте год два три свое здоровье у вас может другой партнер должен быть может вы другого притягивать поэтому этого слезала поэтому четвертая категория это когда ставят вопрос но он касается вас обоих а не то что вы там смотрите да как там мило поживает и получать ответ может и не надо а может все нормально будет так тоже не надо переживать понимаете в двух случаях польза от этого больше чем от первой второй и третьей категории таких снов что я еще хотела сказать такие состояния они могут касаться ну я имею виду почему снится что-то повторяющиеся да они могут касаться не только сферы личных отношений они могут касаться еще и дел каких-то если вы очень допустим сосредоточен на достижении какой-то цели либо у вас есть какой-то проект вы его хотите осуществить то вам точно также будет идти информационный ответ если вы на чем-то сосредоточен у вас есть фокус внимания вы всегда состояние сна будете получать информацию верите вы в это или не верите хотите или нет это все уровень мыслей вы не человек если у вас нет мысли и эмоций они есть у всех поэтому точно так же есть вот это информационное поле из которого вы постоянно берете информацию так вот когда вы чем-то занимаетесь и у вас есть какое-то дело у вас должно быть понятие о двух вещах первое у вас должен быть стратегический план то есть это глобальная цель и на пути к нему у вас должен быть тактический план это те шаги которые вы предпринимаете они могут у вас измениться в зависимости от каких-то обстоятельств либо вашей жизни либо вашего видения вы можете поменять какое-то свое мнение да да и от объективных причин и когда вот точно так же как на человеке но вы сосредоточены на какой-то идее вы во сне тоже можете видеть стоит вам вкладывать средства какие-то время ваше энергию вашу да или нет потому что бывает такое что сразу видно иди в другом направлении не трать здесь ни денег ни времени ни сил на это а бывает такое что потерпи потому что дальше все получится я помню как мне один знакомый сказал но мужчина но он наверное с юношеских лет он просто ну есть мужчина у которых они великолепно все видят они не обсуждают эти темы может быть как девочки да ну вот в таком кругу но они просто великолепно у них ориентировка в бизнесе в делах всегда идет только через информацию во снах так он говорит что я настолько к этому привык и я так доверяю такой информации что я ни одного своего проекта в жизни не запустил до того как я не увидел о нем но не принял эту информацию потому что были такие на них даже на уровне планирования можно было ставить скреста были такие которые я знал что это не получится в течение года я просто каждый день делал что-то по капельке и я знал что через год будет такой-то результат я говорит не волновался когда все падали в обморок что ничего не получается не получается говорит я не было ни волнения ни каких-то переживаний я знал что все равно получится но он очень успешный бизнесмен но это другая категория ну вроде бы основное рассказала теперь я жду от вас какие а как посмотреть как посмотреть что а мы чем занимаемся на проекте мы занимаемся практикой осознанных снов мы занимаемся практикой сновидений для этого есть аффирмации они простые легкие в использовании никаких там нету хитроумных схем либо каких-то ритуалов которые я вообще не приемлю все логический как бы выверено уже на практикой задаете вопрос получаете ответ во сне я жду от вас каких-нибудь вопросов можем что-нибудь разобрать сейчас прямом эфире десять минут у нас точно и чистая время я повторю что я всегда делаю эфиры в пределах 30 минут для того чтобы они могли быть сохранены и их можно было в stories выложить потому что больше времени инстаграм все это сразу же удаляет а бываю новые ботинки замшевые два цвета в них с одной стороны красные с другой коричневые на каждом ботинке или два разная ботинка высокий каблук модно такие молодежь носит вы по фотографии тоже молодежь я никогда такие не носила когда было увидела что мои так ну я весь сон не поняла здесь есть вопросы допишите пожалуйста если два цвета просто в паре обуви но не так что один красный другой коричневый это одно а если просто так обувь выглядит что два цвета именно на каждом это другое потому что красный цвет он всегда будет означать если модель какая ну допустим я имею ввиду стиль обуви какой если это что-то официальное то это будет касаться дела работы если это что-то более ну например девушкам женщинам очень часто перед знакомством свиданиями снятся каблучки но то есть это обувь которую ну легкая да вот элемент игривости такой есть куда обычно шпильки носят здесь тоже самое смотрите какая была обувь это укажет на сферу жизни которая она относится если это была строгая обувь то скорее всего работа дел учебы вы смотрите по обстоятельствам жизни то что два цвета если они но не разные вот эти вот каблуки да каблук кстати говоря высота каблука его устойчивость говорит о том что у вас будет некая точно так же высота положения ну то есть понимаете что каблук это некая высота точно так же вы себя будете чувствовать чем-то на высоте устойчивый каблук это устойчивое положение вот бывает надо снится танкетки очень устойчивое это значит что то чем вы занимаетесь вы будете себя чувствовать уверенно и ваше положение в этом будет тоже устойчивое а это никогда такие не носила это значит что-то принципиально новое это не повторяющийся это не то чем вы раньше занимались вы даже может быть будете сами не ожидать что вы этим займетесь но судя по обуви то что она если она целая новая красивая дорогая модная это означает что то чем вы занимаетесь оно будет ну как тенденция времени что-то очень волна которая вот эта мода да она всегда говорит что вы на но вы точно так же то чем вы занимаетесь это своевременно каблук я сказала высота устойчивость устойчивость положения то что они новые это будет что-то новое вы раньше таким не занимались когда обула увидела что молния поломанная не застёгивается поняла что купила бракованное начала вспоминать адрес магазин такой у нас где живу ну вот вот что я говорю пишите всегда весь сон почему потому что сейчас толкование будет полностью меняться то чем займетесь она не принесет вам никакого результата получается что не надо этим заниматься потому что она будет не соответствовать вашим ожиданиям возвращаю обувь продавщица отдавать деньги не хочет язвит кроме того она специально подсунула мне бракованное вот обращайте внимание то что вам сейчас предложат да если вы что-то ищете продавщица женщина точно так же персонаж будет указывать что в ситуации будет какая-то женщина и то что она вам пообещает но я так понимаю в каком-то деле это все будет изначально с ее стороны враньем то есть она будет понимать что она вас обманывать все равно она вам попытается ну как презентовать какую-то идею для того чтобы вы в нее ввязались и и потом еще и не захочет расплатиться допустим если вы станете делать какую-то работу отработаете да скажете что расплатитесь со мной я ухожу она не захочет скажет надо было там месяц или что такое я схему вырисовываю но я думаю что вы понимаете смысл не помещается но может быть да может быть ну хотя бы так вот как-то разобрались изумруды к чему снятся бабушка подарила настоящие изумруды а сам изумруд он был в каком изделии просто камень изумруды вообще если они ну вот вы видите что он большой да что в нем есть ценность что как вам сказать любой дорогой камень не полудрагоценный а драгоценный он всегда указывает на какие-то обстоятельства в жизни которые для вас будут во-первых очень значимыми потом очень важно конечно в каком изделии потому что все изделия они указывают тоже на конкретную сферу жизни бабушка это то что по роду идет то есть здесь однозначно будет какое-то ну знаете как говорят кармическое повторение но это будет нечто положительное если камень был целый если он вам нравился потому что женщины когда видят камни вот драгоценное во сне они сразу ощущения ловят им нравится или нет иногда даже снятся красивые дорогие камни от них отказываются потому что это мое или не мое вот вспоминайте какое было ощущение если вам очень понравилось точно так же скоро наступят обстоятельства жизни которые могут очень многое изменить которые вам очень понравится вообще изумруды могут по знаку зодиака допустим вот посмотрите какой знак зодиака вот чей это камень да они могут указывать на приход человека такого же знака вашу жизнь или какие-то обстоятельства но в таких же снах обычно бывают еще дополнительные символы которые дают подсказку чего касается крестик золотой воздушный не понимаю что такое воздушный внутри с изумрудом крестики это всегда всегда это некая защита вообще сам по себе крест он указывает на периоды терпения но понимаете это когда вы понимаете что он тяжелый да это аспект символа такой будет что придется какое-то терпение испытать ну скажем тогда но и помощь будет но у вас сразу идет какая-то помощь в отношении какого-то дела потому что ведь если золотое бабушка дала значит это как защита от нее это ну это хороший символ хороший сон потому что иногда вот снятся тяжелые кресты некрасивые кресты либо какие-то вот они вот как снилось девушки там крест небе да это означает что вот какие-то перемены события жизни которые надо будет нести как крест терпеть вот это символика в подсознании у каждого из нас если легкий крестик да воздушный вы говорите значит просто помощь в чем-то вы какое-то событие будете скоро вот скоро придет событие какое-то и вам оно будет как в помощь и бабушка это хорошо потому что это помощь как бы от рода вот я рассказывала что так делится энергией рода со своими потомками это хорош что камень чудесный вот и у вас точно так же чудесное будет ощущение от всего что станет происходить это хорошо вообще когда камни очень сильную концентрацию с собой дают вот эмоции которые будет потом испытывать человек и это всегда очень ценное что-то вот камень же можно передавать с поколения в поколение вот я имею ввиду реальную жизнь да и он свои ценности не утратить наоборот может быть она еще больше будет и когда вы видите вот с ментального плана камни такие драгоценные это означает что нечто вашей жизни будет точно так же какое-то событие какой-то человек вот придет жизнь который для вас точно так же будет ценен камень бирюза но это полудрагоценный камень кто-то передал ну понимаете как есть допустим женщины которые любят ювелирные украшения чтобы они были очень дорогие да а если вы в жизни нормальной бижутерии относитесь то ну бижутерия что такое это простое украшение которое даже не жалко и потерять и точно так же все что приходит с такими не очень дорогими украшениями это ведь понимаете подсознательное восприятие это не такое же как в жизни оно что-то будет не очень ценным может быть красивым но может быть приятным может быть украсить на день на другой да но это не ценная вещь поэтому когда снятся какие-то украшения особенно если их дарят партнеры то обращайте внимание что вас дешево оценили это образно вот самый хороший символ это когда снятся дорогие хорошие камни дорогие хорошие украшения которые действительно стоят это так вас оценили вот что вам дают да во сне это вас так оценивают вы для кого-то такой бриллиант как кохинор единственный в этом мире самый дорогой самый ценный ну а для кого-то вы бирюза поэтому если вы запомнили человека либо были какие-то дополнительные символы либо что-то указывало на кого-то то имейте ввиду вот он вас ценит как бирюзу это не очень дорого вы же сами понимаете все наши 30 минут окей спасибо на здоровье ну я же хочу чтобы вам дарили бриллианты на здоровье сегодняшний эфир уже заканчивается потому что уже 30 минут подходит к концу пишите что вы хотите чтобы я вам рассказала в следующих темах ну у меня список есть из ваших тем я всегда найду что рассказывать но если хотите в комментариях можете дополнить что вас особенно интересует я была вам всем рада всем пока до встречи ваша Виктория